Добрый вечер! Сегодня у нас удивительный совершенно эфир. Он открывает череду серьезных и больших разговоров. Тему для этих разговоров, как правило, диктуете вы. Иногда у вас в процессе обладания тем или иным автомобилем возникают определенные вопросы. Так получается довольно часто у многих брендов, что вы остаетесь один на один с этой своей бедой или, может быть, нечаянной радостью. И некуда апеллировать. Вы обращаетесь к дилерам, вы обращаетесь по всем открытым каналам, в том числе на горячие линии, но не получаете удовлетворения. И иногда бывает, что этот вопрос сложный, иногда бывает, что это особенность восприятия конкретного человека, но так или иначе проблема есть, удовлетворения ее нет. И на этом круг замыкается. Вы остаетесь, скорее всего, с ощущением, что что-то где-то недополучилось. Способов достучаться очень мало, но один из них есть, называется он FIDAM.FM. И так получилось, что группа инициативных владельцев Volkswagen Tiguan пожаловалась на неразрешимый для них вопрос. Было много предысторий, многотомник, наверное, томов уже пять исписано страниц на тему, как люди владеют Tiguan. Причем они в основном все счастливы, но некоторые из них счастливы не до конца. И сегодня у нас в студии присутствуют как раз представители обеих сторон. У нас Андрей Гордосевич, пиар-менеджер марки Volkswagen в России. Добрый вечер. Добрый вечер. Роунд Хюблер, руководитель завода Volkswagen в Калуге по техническому развитию. Добрый вечер. Добрый вечер. И Владимир Рябов, представитель Tiguan клуба, владелец Tiguan и человек, олицетворяющий собой беспокойство остальных владельцев Tiguan. Беспокойный добрый вечер. Части, части. Да, части, части. И вот теперь небольшая предыстория для тех, кто не в курсе, для тех, кто не смотрел ролик, выложенный в разделе видео на Финам.фм. Жили-были владельцы для начала, это первая серия, машину под названием полуседан калужской сборки. И как-то раз они обнаружили, что в случае, если водитель пытается объехать препятствие, и у него машина упакована АБС, то возникает конфликт интересов. Машина предоставляет человеку возможность рулить дальше, а тормоза почему-то размыкает. И человек с веселыми песнями едет дальше рулить. Проблема возникла, она нашла свое удовлетворение, и Андрей Городосевич тоже принимал участие в поисках нужного алгоритма. И вот этот момент, с одной стороны, он проблему решил. Я здесь только уточнил некоторые моменты. Уточняй сразу. Давайте так, сразу можно, да, Сергей? Да, конечно. На самом деле ситуация такова, что в целом функционирование системы АБС, оно по философии может идти в двух направлениях. Есть определенные производители автомобилей, которые ратуют за как можно более короткий тормозной путь, а есть определенные производители, которые ратуют за то, чтобы машина была в любой момент этого тормозного пути управляемой. И в данном случае управляемость должна иметь определенный приоритет. Собственно, когда мы проводили все эксперименты по полосе дан, мы недвусмысленно объяснили и владельцам полосе дан, и журналистам, которые принимали участие в этих экспериментах, что по философии Volkswagen для нас главная стабильность движения, управляемость автомобиля. И в данном случае важно не то, что тормозной путь самый короткий, а то, что если этот короткий тормозной путь окончится на встречной полосе, ни один владелец автомобиля счастлив от этого не будет. Вот, собственно, это основной такой месседж, поэтому не надо определять это как проблему, надо определять это как определенную особенность подхода и особенность философии. Другой вопрос, что специалисты в Вольсбург нашли возможность по просьбам, собственно, тестеров, сделать другую прошивку, это полная правда, которая пошла в серию уже, и которая в большей степени, с точки зрения владельцев полоседан, ну, собственно, владельцев полоседан и экспертов, которые тестировали автомобиль, отвечает их представлениям о том, как это должно было бы быть. Но и первое, смею вас уверить, было абсолютно в полном соответствии. Ну, так или иначе, у людей, тем более, довольно большая часть клиентов пересела с автомобиля совершенно другого бренда, как правило, без АБС, и здесь была определенная такая страница познания, которая вылилась в том числе в некое непонимание. Но, что важно, журналисты подняли эту волну клиентского негодования на тот самый уровень, когда проблема была увидена, ей было придано внимание, и Volkswagen к этому отнесся серьезно и по-взрослому. Всегда со вниманием. — Молодцы. Потом нечто подобное произошло с джетой, и вот... — Нет, нет, с джетой какого не происходило. — Люди начали жаловаться на джету, но потом они не пошли по пути эскалации этой проблемы. И так, если посмотреть, легким штрихом другого оттенка, не пятном, но легким штрихом, на биографии Volkswagen это тоже было, поскольку с подходом и философией не все согласились. Некоторым хотелось короткий тормозной путь. Но когда ко мне обратились люди, владеющие тигуанами, и почувствовалось, что вот здесь тоже есть этот момент непонимания, стало ясно, что с этим надо разбираться, потому что некоторые из них взволновались очень серьезно, часть из них была совсем напугана поведением своего автомобиля, и поскольку у Volkswagen философия не очень на русские мозги ложилась изящно, и по полу-седану уже была первая разборка, по джете она, к счастью, не вылилась в конфликт, но по тигуану было понятно, что есть повторение сценария, я решил, что нужно все-таки помочь сторонам встретиться и обсудить эту ситуацию, при том, для того, чтобы эксперимент был максимально честным, я решил выступить независимым экспертом, для этого в Volkswagen взял автомобиль Tiguan, за руль посадил... Что нам всегда приятно. Спасибо. Одного из самых уважаемых в стране автомобильных журналистов и бесспорно эксперта Александра Александровича Пикуленко, он в свое время работал испытателем на автозаводе, он умеет имитировать любые ситуации, в том числе и конфликты человеческого разума с техникой, также я к экспериментам привлек Алексея Мочилова, очень опытного драйвера, и мы все втроем пытались поймать эту особенность поведения, после чего Tiguan Club был приглашен в любом количестве своих представителей на ледяные торосы вечной мерзлоты на задворках Москвы, рядом с одним секретным объектом, где и состоялась первая серия ролика, которая лежит на нашем сайте. Приехали владельцы Tiguan, приехал господин Хюблер, приехал Андрей Городосевич, и мы пытались обнаружить эту проблему, и самое главное, стороны, которые не имели возможности никак пересечься и обменяться своими впечатлениями по поводу работы АБС, вот тогда провели первый раунд, первую встречу, где клиенты в кои-то веки получили возможность отрецензировать работу авторов, создавших данный автомобиль. Сейчас у нас вторая серия, и стороны, пожалуйста, Володь, как представитель и владелец. Я предложил, Сергей, поскольку уже все-таки мы давали автомобиль, поскольку мы все-таки дали автомобиль на тест, может быть, просто Сергей поделился бы с нами своими впечатлениями, а также впечатлениями Александра Пикуленко и Алексея Мочилова, потому что эксперты были упомянуты, а, собственно, о выводах эксперта ничего не было сказано. Мне кажется, было бы справедливо все-таки поделиться на данном этапе. У меня в хозяйстве немецкая машина другого конкурирующего бренда, у которого философия быстро останавливается. Они как раз всем своим GM и Opel ратуют за короткий тормозной путь. Я не заметил разницы в поведении автомобилей, хотя у меня машина другого класса, она несколько раз тяжелее, здоровее, и ведет она себя, в принципе, более стабильно за счет длинной базы. Но мне очень понравилось, как тормозит Tiguan. Машина, на которой я ездил, была с мотором 2.0 бензиновым, и она была обута в седьмую капелиту, одной из лучших, наверное, под русскую зиму подходящих резин, которые сегодня выпускаются, в принципе, на планете Земля. Мне понравилась стабильность, предсказуемость Tiguan, и мне очень понравилось то, что, если я пытаюсь обмануть автомобиль рулем, то сразу вмешивается ESP. Она не дает мне возможности улететь в телеграфный столб. Это как раз то, с чего я начал? Да. А я как раз пытался спровоцировать машину, обмануть ее. Сначала я зверски крутил руль, в расчете на то, что я чайник потерявшийся, и пытаюсь объехать черную кошку одновременно и ведьму на помеле, а потом, понимая, что я не успеваю задавить ни ту, ни другую, бью в тормоз, и машина без замешательства понимала, что мне в данной ситуации лучше остановиться. Сан-Саныч Пикуленко один раз смог обмануть машину. Он тоже на большие углы дергая рулем, потом предложил ей остановиться, и машина, ну, наверное, на протяжении целого метра думала, что хочет великий эксперт. Потом подумала, а, наверное, Сан-Саныч хочет остановиться. Она его остановила. С Алексеем Мочиловым мы уехали вообще в ледяные торосы в соседнюю область, где кроме льда ничего нет, только телеграфные столбы, готовые к объятию с автомобилем, и разные грунты, разные уклоны. Если хотите, кстати, видеозапись тоже есть. Машина порадовала чрезвычайной стабильностью замедления. Но предположим, что это была особенность именно этого автомобиля, и после того, как я получил впечатление о стабильности остановки данного автомобиля, и еще на всякий случай покатался на Audi Q3 на дизельном, предполагая, что у них может быть сходство в поведении и в алгоритме, хотя это не так, Audi тоже порадовала. После этого Tiguan Club приехал на нашу ледяную площадку со всем своим разнообразием автомобилей. Они разных годов выпуска, они разных комплектаций, они совершенно разные по поведению, по цвету, и, кстати, по манере езды, потому что каждый эту лошадку заездил под себя, а у Volkswagen прошивка ABS очень сильно зависит от мощности двигателя. Они все разные. И я когда... Вот это я проверил у господина Хюблера, об я бы ABS-функционной отстатки обхängt. Нет, не зависит. Система ABS, по идее, технически одна и та же. И тем не менее, на машине с точно таким же Тейсаевским мотором двухлитровым, но не в 200 лошадей, как у меня, а в 170, все те же самые функции были смягчены. Машина мягче тормозила, мягче был ход педали. Вы знаете, что, если это о 2,0-литровый мотор, то есть это больше чем 170 пс. У него было это впечатление? Нет. То есть, у нас есть одно ABS-систем. Абсолютно одинаковое ABS-систем, и в другую машину. Есть, например, по полу, у нас есть полу, у нас есть полу, у нас есть полу, у нас есть полу и без ESП. Если автомобиль с ESП или без ESП, да, это может быть различным. Но не на Тигуане. Прервемся на новости. Продолжается встреча на Эльбе. Андрей Гордосевич, пиар-менеджер марки Volkswagen в России. Роланд Хюблер, руководитель завода Volkswagen. Не подумайте, что всего. В Калуге по техническому развитию. И Владимир Рябов, представитель Тигуан-клуба. Ну, теперь я-то рассказал, что было. А теперь расскажите, что есть и как будет. Ну, позвольте начать мне. Да? Владимир Рябов, представитель клуба. Да, Сигуан и Вод являлись зачинщиками всего этого события. Для радиослушателей расскажу, с чего все начиналось. В декабре, в начале декабря 2011 года на форуме появилась такая тема под названием «Тормоза» с восклицательным знаком и вопросительным знаком. И начиналось оно вот с такого сообщения, я его процитирую. Вот всего два сообщения процитирую, чтобы люди поняли, из-за чего, собственно говоря, пошел Сербург. Ворчун, это ник такой, город Москва, пишет. Суббота, полдень, Владимирская область. Грунтовая дорога от бетонки А-108 в сторону дачных поселков. На дороге 2 см снега, подним лед, буквально зеркало. Скорость 15 км в час. Плавно нажимаю педаль тормоза, стрекочет АБС. Сразу. Тига продолжает медленно двигаться вперед, не намеку на остановку. Повторяю эксперимент, давлю сильней, ноль эмоций. Дорога прямая, ползет тига дальше, ползет, не останавливается. Еле касаясь педали, добиваясь задуманного на пятый раз, еще и сижу, обдумывая произошедшее немного не в себе. Не ожидал я никак такого алгоритма работы системы АБС. Еще одно из Сарова было. Я после снегопада ехал, скорость невысокая была. На дороге передо мной газель начала разворачиваться и застряла. Но расстояние было большое, скорость невысокая, я спокойно по тормозам. И что в ответ? Стрелк от АБС, не чуточки замедления. Постепенно ситуация из штатной переросла в криминальную. Я летел под газель. Уйти никуда с дороги не мог, вокруг насыпанный брустер по лобовое. В общем, тут уже пошел работать ногой и каким-то фигом в итоге замедлился. Вот так на пустом месте пропотелся, что надо. Собственно говоря, с этого, как бы, основные посылы. Там были еще и другие сообщения. Естественно, были форумчане, которые писали, что, ребята, ну это особенность работы АБС. Она там на льду замедляется вообще не ахти. Хуже, чем без. Причем не только у Volkswagen. Ну, в общем-то, да. И, в общем-то, очень многое зависит от прокладки. И вот с этого момента, ну, в смысле прокладки между рулем и сиденьем. Чтобы никто не подумал из известных реклам. Соответственно, за этот год и три месяца тема набрала уже почти три с половиной тысячи постов. Из них и критическая масса тех случаев, когда люди ловили такую странную, как бы, ситуацию, ну, стал достаточно критичным для того, чтобы начать, ну, попытаться хотя бы куда-то обратиться. К сожалению, обращение в горячую линию в Volkswagen не привели к положительному итогу, потому что отсылали к официальным дилерам. Мы говорили, если есть неисправность, и вы ее видите, то, пожалуйста, обратитесь. Но ситуация оказалась именно вот такой, которую нельзя поймать официальному дилеру. Неуловимой. То есть, да. То есть, можно вот повторить цикл, там, 50 раз тормозить, и тормозной путь будет, допустим, 30-35 метров. На 51-й произойдет то, что АБС начнет стрекотать, немножко выдавит педаль на себя, машина уедет на 10 метров дальше. И последующий 50 раз будет тормозить опять нормально. То есть, мы пришли к тому, что, несмотря на, в принципе, адекватную работу тормозов, иногда вылезает неясный момент, видимо, какой-то фатальность в течение обстоятельств, в которой алгоритмом блока работы АБС воспринимается как очень скользкое покрытие и, соответственно, ослабляет нажатие на колодки. То есть, давление в тормозной магистрали. Мы не знаем, с чем это связано, поэтому и обратились. Потому что, все-таки, Тигуан – это машина, в основном люди уже всесемейные, и когда ты несешь ответственность не только за себя, но и за тех, кто сидит рядом, это любимая женщина, это дети, то, соответственно, уровень отношения к тому, что ты ожидаешь, он становится намного выше. И поэтому мы решили в рабочем порядке, то есть, каким-то образом решить эту проблему. И очень рады, что нам пошли навстречу. Мы, на самом деле, тоже рады, когда клиент дает определенную обратную связь, даже если не всегда это обратная связь, такая уж сразу положительная. Почему для нас это важно? Потому что, во-первых, в любом случае мы над продуктом работаем всегда, не только в момент выхода его на рынок, да? Но в данном случае я хочу просто вернуться к первым цитатам, которые прочел сейчас Владимир. При всем уважении к тем, кто их писал, и к Владимиру, я должен сказать одну маленькую правду. Мы все знаем, что когда мы читаем форум, мы никогда не знаем, кто стоит за этими цитатами. Мы не знаем, в какой ситуации находился автомобиль. Мы не знаем, в какой ситуации находился водитель. Мы не знаем, на какой дороге он ехал. Поэтому мы всегда говорим, что мы готовы выслушать любого владельца, но нам важно для того, чтобы работать над любым вашим запросом, чтобы эта ситуация была а зафиксирована, а зафиксирована она может быть нашим официальным дилером. Это абсолютно законное требование. И если вы хотите, чтобы мы что-то сделали с автомобилем, то ситуация должна быть как минимум хоть как-то воспроизводима для того, чтобы мы могли обратиться в технический офис с вопросом, а что происходит в данной конкретной ситуации. А они могли в плане своих экспериментов понять, что можно улучшить, и проверить, улучшено это или нет. Согласитесь, когда мы не можем поймать неисправность, которую, кстати говоря, мы не уловили ни с помощью трех экспертов-журналистов, ни на нашей встрече, это пока что не дает нам право говорить о том, что есть хотя бы какая-то проблема. Есть вопрос, который мы исследуем. С другой стороны, нам не дает эта возможность технически двинуться дальше и исследовать этот феномен. Поймите нас правильно, мы не отказываемся. Поэтому, когда мы просили обратиться к дилерам, это не то, что мы хотели сказать клиентам «проблемы нет, мы не хотим вас слышать, вы купили и до свидания». Нет, мы хотели единственного, чтобы дилер сделал определенное исследование. Если человек пишет нам, что он в Челябинске, мы не можем из Москвы посмотреть, что у него происходит, пусть он скажет «что?» Мы же готовы работать, но нам нужен технический, грамотный материал. Андрей, я согласен. Дело в том, что есть такое понятие, конечно, как статистика наблюдения и так далее. Когда машину тестят журналисты и так далее, они ездят на ней всего какое-то определенное количество дней. Два, три, четыре дня. Люди, которые пишут на форуме, они ездят на этой машине достаточно давно. И эта ситуация могла вылезти через год. Раз в год он поймал, но этого достаточно было, чтобы он написал. Он проявил ситуацию, он показал, что она есть, она существует. То есть при всем общем, скажем так, нормальном поведении автомобиля, вдруг внезапно возникает такая ситуация, когда педаль чуть приподнимается, АБС трикотчет, измедления нет. И решить этот вопрос можно только одним образом. Отжать педаль полностью и заново нажать. То есть как бы перезагрузив мозги АБС. Я предлагаю на этом этапе, чтобы я перевести коротко Роланду, и он может быть немного технически объяснят, что произошло. Also, Роланду, es geht darum, dass die клиенты eigentlich zufriedен sind mit dem Брэнсен. Но manchmal kommt es so, dass wenn man völlig бремст, dann kommt in einer bestimmten Situation, vielleicht zum, irgendwie einmal pro 100 Mal, oder 200 Mal, aber manchmal, und unter ungewissen Umständen, dass die Pedale einfach sich so hebt, und die Anstrengung von Bremsen weniger ist als vorher. Das behaupten die клиенты. Du hast mir früher erzählt, dass du das nicht bemerkt hast, bei irgendwelchen Experimenten, dass die Pedale überhaupt sich geben können. Dann könntest du uns ein paar Worte dazu sagen, wie das grundsätzlich funktioniert? Ja, ich denke mal, dass wir grundsätzlich vielleicht mal bei der Bremsphysik anfangen sollten. Wie funktioniert Bremsen? Das Bremsen von seiner Art her beruht ja darauf, dass es einen bestrebten Schlupf zwischen dem Rad und der Straße gibt. Und die Bremskraft ist letztlich das Resultat aus der Normalkraft, die von dem Rad auf die Straße übertragen wird, und dem Reibwert, der zwischen dem Rad und der Straße wirkt. Das heißt, wir haben einen niedrigen Reibwert, wie zum Beispiel bei Eis oder Schnee, dass sich automatisch der Bremsweg wird, weil die Bremsleistung sinkt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ein Fahrzeug bewegt sich nur stabil, wenn es auch Querkräfte übertragen kann. Man nennt das auch Radführungskräfte. Das heißt, wenn ich um die Kurve fahre, habe ich Querkräfte, die das Rad oder das Fahrzeug um die Kurve bewegt. Für die Experten vielleicht dazu noch das Schlagwort genannt, das heißt, übertrage ich 100% Bremskraft, also in die Fahrtrichtung, kann ich null Querkraft übertragen. Auf der anderen Seite, je mehr Querkraft ich übertrage, desto weniger Bremskraft ist übertragbar. Und in целem, das ist so, dass, wie viel die Bremskraft und die Bremskraft stärker die Bremskraft, desto weniger Bremskraft kann man auf die Bremskraft auf die Bremskraft beherrscht. Früher hat man in den Fahrschulen bei Fahrzeugen ohne Fahrzeugen mit ABS gelernt, wenn das Rad blockiert und das Fahrzeug anfängt instablier zu werden, wieder die Bremse aufzumachen und zu schließen, das macht heute im Prinzip dass ABS viel, viel schneller als jeder Mensch kann. Deswegen ist heute als Automobilhersteller unsere Empfehlung in Notsituation voll zu bremsen. Die Regelung, das lösen macht das ABS alleine und sie haben ein spursstabiles Fahrzeug, mit dem sie immer noch lenken können. Das ist so wichtig, dass wir uns allen empfehlen, dass wir heute auf die Bremskraft auf die Bremskraft auf die Bremskraft und mit vollem Kraft und mit vollem Kraft zu bremsen. Das ist sehr wichtig, weil nicht alle die Bremskraft das wissen. Und manchmal sie nicht auf die Bremskraft Некоторые клиенты, которые до этого, возможно, не ездили на автомобилях АБС, часто говорят нам, что их удивляет пульсирующая работа педали тормоза, которая на самом деле свидетельствует как раз о том, что АБС функционирует в настоящий момент. Ну да, есть такое всегда. Клиентская, к сожалению, неграмотность тоже играет роль. И именно в этом моменте важно, чтобы клиент не уйдет, но он продолжает с ног на педаль и бремит. И важно в этот момент, чтобы клиент не пугался, и мы всех приглашаем в этот момент не пугаться, а наоборот оставаться, оставлять ногу на педали газа с тем же усилием, ни в коем случае не менять положение ноги, не ослаблять давление. Не все это знают. Жить хочешь, тормози насмерть. Я могу сказать. Перерыв на новости. К нашему многостраничному разговору могут подключиться все желающие. Телефон студии 6510-996. Сейчас вы слышите много немецкой речи. Я для себя понял, что по-немецки слово педаль точно так же, как и по-русски. Больше ничего не понял по-немецки. Поэтому у нас есть Андрей Гордасевич, который переводит. Андрей Гордасевич, PR-менager марки Volkswagen в России. Ром Хюблер, пред environmentallyenn вproduцию, и Владимир Рябов, предстоятель Тигуан-Клуба. И мы были с... изо всех сил, если это требует ситуации, разумеется. Важное замечание. Для человека, который конструирует автомобиль, самая плохая ситуация – это ситуация, когда колесо полностью заблокировано, потому что автомобиль становится полностью неуправляемым, и, кроме того, в этой ситуации тормозной путь еще и увеличивается. На заблокированных колесах ты едешь, как на санках. Да. Все знают. Да, это как бы то, что мы хотели коммуницировать, потому что многие клиенты, на самом деле, как мы часто сталкиваемся с вопросами клиентов, которые не до конца представляют себе эти основы, поэтому у них вызывает беспокойство пульсирующая педаль или еще что-то, и они пользуются иногда часто мифами из интернета, когда кто-то сказал про автомобиль без АБС, что якобы что-то он делает лучше. Мы просто хотели бы развеять эти мифы, пользуясь случаем. Это, что называется, ликбез. Григорий у нас на связи. Здравствуйте, Григорий. Вы по теме? Да, здравствуйте. Григорий, город Москва. Здравствуйте. Вот у меня автомобиль Honda Jazz, у меня была похожая проблема, ну, точнее, это не проблема, я считаю, это особенность автомобиля, ну, даже не автомобиль, а вообще, в принципе, работа АБС-системы, потому что АБС-система, она, в принципе, корректно работает на гладкой и ровной дороге, а, к сожалению, у нас дороги не совсем бывают гладкими и ровными, и поэтому, когда на дороге есть неровности, амортизаторы не успевают отработать вниз, колесо прокручивается, АБС срабатывает. Ну, и вот, классический пример трамвайной пути, просто вот на них можно постараться сильно затормозить и вообще не затормозить. Как говорится, отличное подтверждение тому, что с АБС умеет ездить тоже надо учиться, потому что сама АБС за вас делает далеко не все, нужно понимать, как она работает. Григорий hat nur gemeint, der hatte irgendwie dieselben Bemerkungen bei Honda Jazz, und er meint, dass АБС nur bei dem глatten Weg funktioniert, irgendwie, was aus meiner Sicht ein bisschen verdächtigt ist. Nicht nur bei einem глatten Weg. Also, wenn es so geht, dann funktioniert АБС gleich auch. АБС funktioniert in jedem Fall nicht gleich. Мы просто насчет замечания, что АБС работает только на гладких покрытиях или на ровных дорогах, а у нас они плохи, поэтому якобы в России не так АБС работает, как на всей планете. На самом деле, это так. Летцlich ist das Ziel vom АБС, das блокierende Rad zu verhindern. Значит, Цель АБС, Владимир, der meint auch, dass in Russland АБС irgendwie anders функционирует. Цель АБС, по словам Роди, это предотвращение блокировки колоса. Она так и называется, антиблокировки система. Антиблокировки система, да. Und das Ziel, also, gleich, ob es glatt ist, oder irgendwie mit Hügel. In jeder Situation ist das Ziel gleich. Wir wollen auch noch, dass Fahrzeug lenkt behalten und ein unkontrolliertes Schleudern das Fahrzeug ist definitiv verhindern. То есть, цель, в любом случае, функционированные системы АБС и алгоритм, который в ней заложен, один. АБС работает до момента, когда она идентифицирует, что колесо блокируется. И ей абсолютно все равно при этом, это вот такие холмики или это абсолютно гладкое покрытие. Просто другое дело, что блокировка на разных покрытиях может происходить в разных ситуациях, да, и в разный момент времени. Ну, вот об этом и речь, собственно говоря, потому что у нас есть подозрение. Да, само собой. Она просто работает. А ситуация создается такая, что, может создаться такая, что колесо подскакивает на ухабе. В это время, как раз, идет тормозное усилие. Это может быть, что колесо моментально блокируется, хотя буквально вот за этой кочкой будет нормальное покрытие. АБС распускает тормоза. АБС лезет тогда лошадь, но кочка закончилась, машина едет. Ролланд придерживается несколько другой теории насчет кочки. Ваша нога находится на педали тормоза, и вы выжили тормоз. Это означает, что вы пытаетесь передать определенное тормозное усилие. Дальше АБС рассуждает просто. Как только есть момент, когда вы можете передать максимум этого усилия, оно передает максимум этого усилия. Когда АБС идентифицирует с помощью датчиков момент, что здесь начинается блокировка колеса, она без сомнения распускает. Но как только наступает снова момент, когда колесо приземлилось и имеется какая-то сила трения, о чем рассказывал Роланд чуть раньше, Естественно, датчики дают импульс на то, чтобы АБС работала дальше, и дальше она опять работает в сторону достижения максимального тормозного усилия. Андрей, я понял. У меня тогда еще продолжение этой темы, потому что для тех, кто не в Тигуане, расскажу, существует две версии Тигуана, Sport & Style и Track & Field. Есть две версии Тигуана. Соответственно, в Track & Field есть опция Off-Road, режим Off-Road, который немножко корректирует работу газа, делает ее более плавной. И регулирует работу АБС, позволяя чуть больше блокировать колеса. И с этим кнопком будут регулировать некоторые системы, ассистентные системы, например, АБС в Оф-Road режиме. Вопрос, соответственно, следующий. Нельзя ли вот эти режимы, во-первых, Sport & Style страдает из-за того, что у них нет Оф-Road режима, потому что на снеге, на песке, они не могут тормозить. Но дело в том, что это все-таки другая комплектация, которую клиент все-таки сознательно выбирает за какие-то другие качества, может быть, за опции. За опции, нет, ну почему же, я бы не стал их обвинять, но он выбирает за какие-то там опции, которые есть в Sport & Style. За красивые бампи, конечно. В том числе и за красивые, да, и там есть определенные там возможности, типа там спортивные сидения, кто-то, ну мы все ценим разные вещи у нас, разные комплекции. Андрей, и у меня еще вопрос к Роланду, он чисто технического порядка, как известно, АБС, в принципе, на скоростях ниже там 7 км в час, не шибко-то и нужна, потому что это скорость пешехода, это скорость парковки в парижской, там, на парижском каком-то там переулке. И, соответственно, зачем делать АБС до полной остановки, когда можно последние хотя бы метры остановиться на Бруссвиле или что-то. При парковке, в вашем примере, если мы едем по заснеженному или частично обледеневшему московскому переулку, у нас запаркованные автомобили слева и справа. Часто бывает такая ситуация, вы ищете место для парковки, вы едете на очень маленькой скорости, 10 км в час, может быть 7, а иногда может быть и 5, если пропускаете пешехода. Позиция Роланда, которую он пытается донести, у нас очень проста. В этом случае главная для нас это управляемость автомобиля, и если мы имеем автомобиль, который начинает рыскать из стороны в сторону, и вы царапнете запаркованный автомобиль другого физического лица, да, я думаю, что ни оно, ни вы не будете счастливы. Поэтому в философии Volkswagen проста. До нуля у нас есть возможность на современных системах ABS регулировать до нуля, и это необходимо. Просто некоторые люди действительно недооценивают эти маленькие скорости, но в России тем более это очень актуально. До первого Мерседеса, потом они начинают ценить. У нас Андрей на связи. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. У меня в семье одновременно есть Тигуан и Гольф 5, оба СБС. Вот Гольф 5 работает более адекватно, чем Тигуан. Я могу спросить насчет безопасности на малых скоростях. Вот у меня ситуация была, когда на спуске, ледяной спуск, выходит женщина с соседнего дома. С косой? Нет, без косы. Просто какая-то гражданка на дорогу выходит, в метрах примерно 15 от меня. Нажимаю на тормоза и начинаю в нее ехать. Она мне щелкает и сильно, и слабо, поскольку я на Тигуане проехал 76 тысяч, на... То есть у меня суммарная пробежка 45 тысяч. Поэтому на тормоза нажимался достаточное количество раз, и на той, и на той машине. И разница ощутима в алгоритме. Разница у Гольфа, лучше, Гольфа тормозил, у меня сейчас у сына, он тормозил более, до сих пор в семье, тормозит более адекватно, могу сказать. А у Тигуана есть такая штука, при том, странно, что не показало у вас на этих испытаниях, потому что я просто вспомнил уроки вождения советского водителя. Я отпускаю педаль газа, нажимаю по новой, и вот это за счет этого, что там... Тормоз может быть. Прерывистые торможения, да. Прерывистые торможения, врубаю спорт режим за неимением механической коробки передач, пониженной передачи пытаюсь вырубить дополнительно, фактически там. Как-то я торможусь, и в голове все держу, что, ага, езжай аккуратнее, здесь у меня какой-то спуск, но даже, да, что раздражает, то он может сработать АБС, и ты будешь ехать, когда ты едешь на спуске, там, на первой передаче. Да, вот это немножко неприятно, потому что насчет того, что у меня ударит какую-то соседнюю машину, я в этом сомневаюсь. А то, что я могу сбить женщину, идущую, вышедшую во дворах передо мной, это, конечно, пугает гораздо больше. Андрей, ну согласитесь, это может произойти и на любой другой машине, во-первых, во-вторых, вы же понимаете, что вес Тигуана существенно происходит, вес Гольфа. Но я переведу этот вопрос Роланду, тем не менее, чтобы он все-таки ответил с технической точки зрения. Узор клиент, der hat den Golf, und der Gunt 5, und den Tiguan. Und der meint, der hat schon 70.000 километров verlauf mit dem Golf und selber mit dem Tiguan. И он может сравнить, что он ощущает, что вес Гольф лучше бремит или что вес Абес более sinnvoll функционирует. Он сказал, что у него была женщина в доме, в своем доме, и он пытался с тем, что он не бремит. И он ощущал, что он вообще не бремит и так. Но я сказал, что это вес Гольфа больше, и даже если он сравнивает, то, что он не может сравнить, то, что он в этом конкретном случае mit dem Golf passieren würde. Denn er kann nicht mit den zwei Fahrzeugen da sein. Просто я еще хотел бы отметить, Андрей, абсолютно, это при всем уважении к нашим клиентам, что вот когда мы все говорим и мы читаем в форумах, а мы внимательно следим за тем, что пишут клиенты. Вот у меня есть там такой автомобиль и такой автомобиль. И вот я на таком автомобиле проехал, а я уверен, что вот проедь я в этой же точке на другом, так это было бы лучше. Но я всегда им очень аккуратно пишу. Но, уважаемые господа, вы предполагаете, что это было бы лучше. Но вы не могли сидеть в одном автомобиле и в другом, в одном и том же повороте дороги, в один и тот же час, одновременно. Вам кажется, что это было бы лучше. Но, извините, это не есть доказательство. А нельзя от Гольфа ныне седьмого прошивку поставить в Tiguan, чтобы не мыслить? Компания, который можно приобрести в Тигуан, чтобы не было бы лучше. И там есть полный привод теперь. Они уже сравнивали. В принципе, это было бы лучше. Вы знаете, во-первых, они разрабатываются в одном отделе, это первое. Единственное, что у них одна и та же философия. Дальше мы продолжим. Мы продолжаем разбираться с вопросом тормозов Тигуана, у нас Андрей на связи. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Говорите. Я, во-первых, звоню поблагодарить, что вы устроили такую, даже не дискуссию, а некоторый ликбез, потому что знанием отчасти оно, на мой взгляд, помогает не ожидать от автомобиля то, чего от него не стоит ожидать в любых ситуациях. Золотые слова. И на наш взгляд тоже. Да, и второе, я хочу обратить ваше внимание, что в самом начале разговора, к сожалению, забыл, как зовут господина пиар-директора. Андрей Городосевич. Андрей. Да-да. Вы два Андрея. В смысле, я тоже Андрею, очень приятно. Да, очень приятно. Андрей, вы сделали небольшую оговорку, когда начали рассказывать о том, как нужно было действовать в той ситуации, которая была на форуме описана. Вы сказали, что нужно продолжать было давить на педаль газа. Боюсь, что в синаграме... Так, а я же исправился сразу. Да-да-да. Останется, что педаль газа это внесет некую сумятицу. То есть люди, которые понимают, что такое АБС, как оно работает, конечно же, поняли. А вот как раз те, для кого эта передача полезна сейчас, они могут попасть в них... Я помню, что я говорил, что он тоже закал на педаль тормоза. Тормоза, да-да-да, я помню, я переводил. Ну, на самом деле, Андрей, он просто беспокоится о том, чтобы мы в историю вошли с неискаженной информацией. Да-да-да. Это очень справедливо. Нет, спасибо большое, спасибо. Так, мы продолжаем. Да, у нас было спасибо, что мы это действительно из-за того, чтобы мы рассказали, и мы клиенты должны это понимать. На общем, в страну пользуются АБС. Да. На Volkswagen, да. Вот просто был вопрос по поводу Гольфа и Тигуана, и отдела, которые разработают АБС, собственно. Ну, прежде всего, естественно, Философия торможения. И работают системы АБС, и в Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan одинаково занимаются разработкой один и тот же отдел. Более того, мы, естественно, сравниваем автомобили внутри марки между собой, чтобы понять, насколько логично эта философия прослеживается во всех автомобилях нашего модельного ряда. И мы делаем не просто так, как мы бы подумали, что это нужно сделать. Мы проводим испытания с участием наших клиентов, то есть реальных людей, которые не являются испытателями и просто ездят на различных настроенных автомобилях и говорят о том, как они видят работу АБС, в том числе. Вот скажите, в результате той встречи, которая была у нас на ледяных торосах вечной мерзлоты московских задворков, так или иначе, было понятно, что эта особенность поведения автомобиля, она сиюминутно не ловится. То есть, возможно, она присутствует. Если она есть. Да, но нам не удалось ее поймать, ни при помощи Тигуана-владельцев, ни при помощи того автомобиля, который попался на роль референсного. Тех автомобилей было много. Да, автомобилей было много. Вот в результате, какой следующий шаг завода? Как вы будете дальше относиться к этой ситуации? Also, как будет grundсätzlich губий шаг в следующем шаге за это? Как будет ваша ситуация? Как бы вы получите на следующий шаг? Или как бы вы можете говорить о следующем шаге? Ну, мы уже как бы уже упомянулись. Конечно, мы всегда предупредили, Редовательные курицы курицуем. И самое важное в этой рекомендации, что мы знаем, что эта ситуация репродуцирована. И мы с удовольствием отреагируем на пожелания клиентов. И мы с удовольствием отреагируем на идеальных условиях, то есть блок АБС. И у нас много обсуждалось. И статьи разные, да. То есть у нас в этой теме позволит без. Но российские дороги это особо, мне кажется, статья хуже. Я вижу только в Болгарии в процессе ремонта. Но неважно. Просьба была такая. Видишь, у нас загорается снежиночка на панели приборов, когда там опасность гололеда, когда минимум ниже плюс пяти. У нас есть снежиночка на панели, снежиночка на панели, когда тематура сенит до... Счастливый канал, да. Можно ли, с учетом того, что Бордкомпьютер дает команду, блок АБС, что возможно гололед, возможно зима, хотя бы вносить какие-то изменения в настройки АБС, с учетом жутко российской действительности? Если мы проверим, что температура может быть в сентябре, то, что в сентябре может быть в сентябре, то, что в сентябре может быть в сентябре. Тогда ваш коэффициент сцепления с дорогой будет лучше, чем летом при плюс двадцати в определенных условиях. То есть, в сентябре, понятно. Мы смотрим на то, как будет уровень, какую бремс-культуру я могу перейти к штату и страссе. Ее мышление, как бы, ни сезон, ни температура, а только коэффициент сцепления и вопрос блокировки или неблокировки колеса. Вопрос через технический, я прошу прощения, Роланд. При каком, скажем, угле проворота колеса, когда оно блокируется, система распознает, что оно заблокировано? Например, на... Это не только угле проворота, но... Есть такие ABS-датчики на колесе, которые вы теоретически можете увидеть. Там есть магниты, да? Да, 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 я знаю. И через этот обстанд, как эти магниты entferны, там, вы видите, как мы сенсируем, вы можете себе представить, по расположению этих датчиков, насколько они чувствительны, скажем так. То есть, иначе говоря, дискретность проворота зависит от количества на этой гребенке... А это дискретно гребенки, да? В общем, можно сказать так. Поскольку этот магнит проходит у сенсора, дает информацию, считывается информация, вот примерно так. Да, мы знаем, что... Дочери с тем другим образом, То есть если у клиента новые шины и коэффициент сцепления другой, то соответственно датчики могут учесть и это, потому что они реагируют на коэффициент сцепления и передают информацию системой управления АБС. Просто Роман подчеркивает, что даже в случаях, когда есть какие-то изменения, у системы АБС должна быть возможность, а она физически есть у современной АБС, распознавать эти изменения, даже если это какие-то вещи, о которых клиент не думает, как новые шины или еще что-то. Also wir brauchen dazu nicht die ABS-software zu ändern, sondern wir sehen ganz genau, wann dreht sich das Rad, wann steht das Rad und da ist das Ziel, wie gesagt, zu vermeiden, dass das Rad zum Stehen kommt. И еще раз просто мы подчеркнем, что основная наша цель, наша работа, чтобы не блокировалось колесо, и мы это распознаем в любых условиях и в любом сезоне. Ну как любая АБС на самом деле, ее задача не блокировать колесо. Но дальнейшие шаги, тем не менее. Also die nächsten Schritte. Значит, Tiguan Club не до конца удовлетворен, завод получил обратную связь, насколько я понимаю. Завод получил, also wir haben den Feedback bekommen, ja? Да, мы получили, получили абсолютно, да. После той встречи мы послали все, что мы думаем, наше предложение, замечания и наблюдения, мы послали, собственно говоря, Андрею на почту. Он перевел, отослался от немецкий офис, как он сегодня сказал. Соответственно, у Роланда есть эта информация, мы, собственно, с удовольствием изучим дальше. И если мы сможем идентифицировать то, о чем говорит Владимир и другие владельцы... А как вы будете идентифицировать? Очевидно, это должен быть какой-либо эксперимент. Да, потому что той статистики, которую мы тогда 9-го... А, 20-го, естественно, не удалось воспроизвести в силу малого количества времени, малого количества экспериментов. И, скажем так, не самой удачной трассы для экспериментов. Предложенный, заметим, Сергей, но на самом деле она была очень реалистичной, Сергей, за это спасибо. Спасибо, Шолдату. Она, может быть, не была красивой, но она была абсолютно реалистичной. То есть это был такой обледенелый двор, в котором каждый из наших клиентов может быть. Вечная мерзлота там была. Абсолютно точно. Итого, вот дальнейшие шаги какие? Мы готовы к новым экспериментам. Азоти клиенты sind bright für die neuen эксперименты. Да. Принципиально мы тоже сказали, что мы к ним готовы. И как это будет выглядеть? Und wie könnt ihr das auch schauen? Мы готовы, с твоей стороны, предусмотреть площадку, подготовить площадку на заводе в Калуге и попытаться воспроизвести ситуацию, поскольку, как мы уже сказали, без воспроизведенной ситуации мы не можем дальше, во-первых, мы не можем считать, что вообще какая-либо проблема существует. И, во-вторых, мы не можем, конечно, технически грамотно ее решать и поставить какие-то задачи перед коллегами из технического офиса. Правильно ли я понимаю, что вы тем самым приглашаете к себе владельцев тягуанов для того, чтобы повторить этот эксперимент уже у вас на вашей территории? Мы координируем сейчас. Мы сейчас координируем, поскольку, естественно, это должно быть организовано. Мы сейчас координируем эти вопросы с Владимиром и его коллегами. То есть мы в ВКонтакте прекрасно переписываемся. На сегодняшний день у нас есть от них информация. Мы ее переварим. Они нам сделали какие-то предложения по условиям, в которых, как они думают, можно воспроизвести это. Мы постараемся эти условия, собственно, воссоздать и исследовать ситуацию. Вот и все. Завод открыт для дальнейших контактов. Единственное неудобство в том, что придется какое-то время не чистить снег во дворе. Да. Это работа только готова для следующих испытаний, но единственное дело, что снег не должен быть запустен. Да. И я так понимаю, что в ближайшее время вы договоритесь о дате, будет создана эта самая площадка, и вы продолжите решение данного вопроса, поскольку есть неудовлетворенность клиента и есть желание завода решить вопрос. Спасибо. Как говорится, мы должны быть открытыми, и мы с удовольствием узнаем что-то новое. Я очень признателен за воду и Volkswagen за такую открытость. А пресса свою роль действительно в какой-то веке выполнила. Мы признателен нашим экспертам. Несмотря на то, что проблемы нет, но... Спасибо. Спасибо. Спасибо.